я думаю то и другое конечно но все таки на я думаю что все эти вещи формируют отдельные личности отдельные например взять моду например да к нибудь дольче кабана понимаете ведь модным сделать можно все что хочешь то есть это как бы вот что такое красиво некрасиво да ведь нет же абсолютного понятия красоты относительно женщин например сейчас модно худая стройный 50 килограмм 170 рост 50 грамм вес когда-то это было бы казалось что это болезненная женщина то есть там ну когда-то до лет там 100 назад совсем другие критерии были женщины были в теле там условно почему если сейчас ну понимаете да то есть все это условно и мы вот я например какие какая-то существует между нами связь вот между всеми людьми какой-то там можно год назвать информационное поле пространство там еще что-то где каким-то образом вот эти согласия которые если они проникают то самое главное что удивительно то что даже если вот ты не смотришь эти все телевидение подиумы там вообще ты как бы не видишь эти моду и не видишь тенденции журнал не открываешь ничего вот живешь как бы изолировано но каким-то образом в мозг входит все равно то что сейчас все считают красивым и ты каким-то образом тоже начинаешь считать красивым вот каким-то это мы связаны я сам не знаю как вот мы носили начале 90- хоть и костюмы широкие большие штаны широкие такие были модно вот это все одно это были узенькие и когда ты узенький думаешь вообще как мы раньше относили же нереально было сейчас почти ротики в такие штаныcade 5 утечки понимаешь то есть и кажется нереально такие штаны выносили вообще и костюма такие плечи висели двубортные такие, вот они вот такие были. Кажется, это нереально. И я обратил внимание, что вот, я все время думал, да мне пофигу вся эта мода, вот мне наплевать, как они там считают, у меня свое мнение, вот у меня свое, все, мне нравится, чтобы были широкий плечный мир или еще что-то, да. Потом прихожу в магазин и как-то одеваю и начинаю чувствовать, что что-то нет, не то, вот мне так. И опять в тренде, понимаешь, хотя я не смотрю журналы, никогда ничего не участвую в этом информационном пространстве, где это все, у меня нет, но каким-то образом мой мозг тоже проникает в такой же, такая же идея стиля, красоте еще, которая создана, понимаешь. Потом существуют вот эти люди, вот они создают эту моду, они сидят, у них какая-то другая частота волны, вот эти люди, ну, которые ее создают, да, они, вот эта вот тонкость линий, которую они способны воспринимать, тонкость вибраций, что ли, да, вот они, оттенки вот эти, да, там 52 оттенка серого, вот эта тонкость линий, они все смотрят туда, потом эта коллекция, она кажется, если бы нам, условно говоря, там в тех, в начале 90-х, показали эту моду, которую сейчас, там брюки, которые, там, допустим, помните, были, вот они должны висеть, там, по колено, да, то есть, эта вся мотня, так сказать, помните, все ходили там, вот это, если бы нам это показали, тогда на улице вышел кто-то, его бы, наверное, там, те ребята, в то время, его бы просто бы сразу же, у него были бы неприятности, там, наверняка, он даже пройти бы не смог, понимаешь, все, так, оно все, настолько это все, вот, постоянно изменчиво, но формирует единицы все-таки, и потом у них есть индустрия, да, потом эстетика, эстетика, это некая несущая волна, которая проникает вообще, ты не можешь ее не пропустить в себя, понимаешь, она входит в тебя, вне зависимости от твоего согласия, не согласия, она как рентген, она входит, и все, и вызывает всегда согласие, потому что эти подиум, блески, бесконечные журналы глянцевые себе, листают их, и не могут, все это красиво, разноцветно, все это так блестит, и все, и оно прошло в разум, вот, немое, вот здесь нет стопора для этого, можно согласиться с каким-то мнением, но с этим, с эстетикой, потому что вот это, они используют это, и оно пошло туда, и потом все начинают соглашаться, новые коллекции, все, подиум, все, все горит, сверкает, все смотрят, все, 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 да, побежали, а потом даже те, кто вообще не было никогда ни одного подиума, и вы тоже, вот, например, в мой разум тоже приходит это же, и тоже я прихожу, как-то выхожу, читаю семинар там у себя в компании, вот эту тему что-то как-то все критикую, потом, а меня спрашивают, Александр Ильич, а у вас-то какой самого-то костюм-то, ну, типа, я вне и открываю борт, что-то там написано, то ли дочь кабана, то ли еще что-то, ну, то есть, все, вот, как бы, если что касается этого, но все-таки в этом получается ответственность есть, потому что если вот сейчас эти, мода это одна, да, вещь, там есть еще вот сейчас масса медиакультуры, бесконечные телешоу, там вот все эти, так далее, так далее, вот я даже походил на них специально, чтобы какой-то маленький опыт, потому что в фильме у нас «Марсианин», там как раз есть такая тема, он там на Марсе один, и он участвует в шоу в начале, там такая есть, вот, чтобы это все понять, как я там немножко для себя тоже, вот, то есть эти телешоу, и там вот эти люди сидят, смотрят все это вот туда-сюда, поэтому есть какая-то ответственность, надо понимать, что те, кто вообще выходит в эфир, надо они даже понимать, что они влияют на общество и влияют, потом, обычные люди, когда живут, они все-таки эти, где им еще вообще реальность какую-то получать, о чем-то, где, как не по телевизору, с соседями они уже не общаются, раньше мы в дворе жили, а сейчас никто во дворе не живет, сейчас все, вот, телевизор, ну вот, такая тема.